Всех приветствую на моем канале! Сегодня мы с вами готовим вот такой великолепный тортик! Готовится он за считанные минуты, а съедается еще быстрее! Вы сейчас сами в этом убедитесь! 4 яйца крупных или 5 мелких. Разбиваем в миску. Вилочкой взбиваем до однородного состояния. Отправляем сахар, сухое молоко. Молоко можно заменить на сливки. Просеянная мука, разрыхлитель теста, ванилин. И все перемешаем до однородного состояния. Печь буду в форме силиконовой. Форму я смазала дно и стенки растительным маслом. Можно печь в любой другой форме. Тогда нужно будет дно формы застелить пекарской бумагой. И смазать дно и стенки растительным маслом. Ставим форму в холодную духовку на средний уровень. Выставляем температуру на 180 градусов. И пекаем до готовности. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Заготовка в моей духовке выпекалась от времени разогрева духовки 10 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Оставляем заготовку в форме до полного остывания. Подготовим крем. Крем можно приготовить любой. Я буду готовить самый простой. Сметана жирностью 20%. Добавляю сахарную пудру. Можно заменить на сахар. И все взбиваем. Взбили вот в такую пышную массу. Заготовка остыла. Разрезаем наполовину. Вот такой великолепный у нас получился бисквит. Пропитываем коржи. Делаем сладенькую воду. В воду добавляем сахар. Растворяем. Коржи промазываем подготовленным кремом. Даем время пропитаться коржам. 15 минут. Вот так вот аккуратненько бумажным полотенцем вытираем. И сверху по желанию можно присыпать измельченными грецкими орехами. Я измельчила с помощью скалки. Вот такой великолепный у нас получился тортик. А готовится он легко и просто. Вы уже сами в этом убедились. Осталось только отправить торт в холодильник, чтобы он хорошо пропитался. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вам буду очень благодарна. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok